Приветствую вас. Ситуация у автора вопроса такова, что она была замужем, вот, ее молодой человек был женат, вот, два года назад они познакомились, у автора вопроса есть ребенок, в итоге он и она развелись, вот, со своими партнерами, вот. И стали, стали быть вместе, но, молодой человек живет с родителями в хоршовке, автор вопроса живет в своей квартире, но далеко от него, 25 минут на машине, на мой взгляд это недалеко, но неважно, вот, и в итоге никто никому переезжать не хотел. Хотя, хотя, молодой человек познакомил автора вопроса со своими родителями, вот, но оказалось, что ему довольно сложно принять ребенка, как он говорит. И через некоторое время началось отчуждение, через некоторое время началось охлаждение, и в мае этого года молодой человек принимает решение расстаться. Вот, и, соответственно, он расстается с автором вопроса, и живет дальше. А автор вопроса очень плохо, вот, она лезет на стенку, вот, и, соответственно, у нее есть ощущение, что ее, как она говорит, поматросили и бросили. Вот, собственно, просит помочь, автор вопрос. Ну, здесь я бы хотел обратить внимание на следующий, пожалуй, момент, который кажется мне довольно важным. Это момент, связанный с тем, что такое ощущение, что вы, Карина, именно так зовут автора вопрос, изначально не опираетесь на себя. Да. То есть, вы в браке были несчастливы, так же, как и сказал мой коллега. Вот, но, как мне кажется, как мне кажется, проблема здесь заключается в том, что вы изначально, вот, на себя, на себя не опираетесь. И в браке, вам было, ну, не очень хорошо в браке, вам было совсем, вот, не комфортно, вероятно. Собственно, по выходу из брака после развода, вы, по моим ощущениям, да, не стали более самостоятельны, а просто перекинулись или переключились, если угодно, на другого человека. То есть, на вашего молодого человека. И основной вопрос, который я бы хотел, наверное, вам задать, заключается в том, каким образом, почему, если угодно, так произошло. То есть, почему вы, вот, переключились, как бы, на другого человека. Так, что это за искра, о которой вы говорите? Ну, по крайней мере, на мой взгляд, как мне кажется, это достаточно важный момент. Как мне кажется, это достаточно важный элемент, потому что, а, изначально, вы несколько, как будто бы не видите себя, да, без молодого человека, вот. И вообще, возможно, без кого-то рядом, вы себя не видите, вот. Такое ощущение, по крайней мере, возникает у меня, исходя из вашего, значит, ну, исходя из вашего текста, вот. Соответственно, соответственно, работать вам, как мне кажется, в первую очередь нужно в этом, именно в этом направлении. Вот. Работать, как мне кажется, вам нужно, в первую очередь, именно, вот, в сторону того, чтобы смотреть, чем же, так вот, на меня эта история повлияла, да. Как я оказалась, там, например, замужем, да, за человеком, который, ну, не очень, судя по всему, для меня дорог, потому что я легко от него достаточно отказался, получается. Вот. Я вас сейчас не обменяю, ни в коем, да, в случае, вот, просто хотел бы, ну, обратить ваше внимание на это, просто потому что, ну, мне кажется, это важно. И дальше уже как-то вот смотреть и исследовать вот эту ситуацию в целом, вот, смотреть, как вы в ней, в этой ситуации оказались, да, и, ну, наверное, в большей, в большей степени, наверное, стараться учиться, ну, вот, полагаться на себя, а не на кого-то, вот. А я думаю, что здесь вам плюс-минус ответить можно так. То есть, такое ощущение, что вы несколько глобально себя обеспечиваете, несколько глобально переносите ответственность за свое счастье, условно говоря, на мужчину, да. Сначала это был ваш муж, потом это вот уже молодой человек, который должен также выполнять роль вашего, ну, вашей опоры, так скажем, да. Вот, чтобы обратить внимание, вы пишите, что я готова была на свободное отношение, лишь бы быть с ним, быть рядом. Вот, и здесь вот вы, по сути, пишите о том, что человек вам очень сильно нужен. Вот, и я бы хотел, чтобы вы, по возможности, обратили на это свое внимание. Вот. Я бы хотел, чтобы вы, по возможности, постарались обратить на это свое внимание. Потому что момент это довольно-таки важный. И вам необходимо в этом разобраться. Вот. Вот. Конечно, еще то, что меня вот интересует, это то, что вот вы говорите, что лезете вот на стенку, вот тоже хотелось бы спросить, ну, несколько вот, знаете, более, может быть, подробно, да. Но, от чего конкретно-то вот вы лезете на стенку, то есть это как-то может быть связано, например, с ревностью, то есть вы ревнуете. Вы боитесь, что аутентифицированно, вот, вы переживаете, что вас там, ну, бросили, вот, или, может быть, есть еще какие-то аспекты, вот. О которых вы, например, здесь не пишете, вот. Тем не менее, эти аспекты достаточно важны, по моим ощущениям, вот. Потому что, ну, вас это, очевидно, очень сильно беспокоит, вас это, очевидно, очень сильно ранит, вот, и так далее. Понимаете? То есть здесь вот вы не можете принять расставание, получается, с молодым человеком своим, да? Вот. Вот. Потому что в его лице вы для себя чего-то лишаете. Вот. Хотелось бы, конечно, разобраться, чего, по вашему мнению, вы в его лице лишаетесь. Вот. Это было бы весьма, весьма и весьма, как мне кажется, полезно. Вот. А, дальше. Значит. Так. Вот вы пишете, почувствуя какое-то безразличие, как вы на него отреагировали, когда почувствуя безразличие, это важно. Вы пишете, что после разговоров о безразличии оставляли все как есть, но вы попробуете еще. То есть, опять же, здесь как-то ваша активность, ну, на мой взгляд, не совсем ярко выражена. Вот. Я его полюбил сильно за все это время. Я, в принципе, согласен на отношения, свободно без сожительства. У вас четыре семь лет, вот. Понимаете? Быть вместе с ним и полюбил, и несколько разные вещи. Вот. Значит. Я не могу это никак принять. Да, вот. Что здесь происходит? Из кожи откровенно лезу. Вот. Что вы имеете в виду? Вот. Вот. То есть, об этом, вот, вы не говорите. Да? То есть, вы, вот, по сути, вот туда, вот, свой конфликт не опускаетесь. Как-то, вот, на поверхности больше находитесь. Вот. Вам нужно помочь увидеть ситуацию несколько глубже. А дальше вы, в принципе, я думаю, могли бы решить сами, как вам действовать. Как вам действовать. Вот. Ну, по крайней мере, мне так, мне так, по крайней мере, кажется. Вот. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Все это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok